привет фанаты моноколес давно не виделись и у нас сегодня долгожданная серия про ветеран шерман вторая часть наконец-то так что не будем предисловия чем вы там сделали походу увидим так что погнали смотреть что у нас разобрали мотор в прошлой серии и уже вы видите все собрано для чего это мы сделали для чего мы его разбирали вообще чтобы замазать в лак обмотки и магниты все проверить как там внутри с этим мотором кстати все нормально было без всяких проблем а у нас был параллельно еще шерман в работе так там сорванный винт был еще у нас было четыре или пять винтов я не мог шоссе грани конца им открутить штатным пришлось сбивать торцы потому что сорваны просто винты были на одной стороне а на другой стороне все нормально но с этим мотором повезло все с ним четко подшипники мы поменяли тут стояли 604 и стоят 604 стояли обычные китайские подшипники мы поставили сегодня с киев и в этом видео с киев это лучшее будет фирма почему потому что нтн в прошлое видео нам не заплатила шум их пропиарили поэтому escape берите класс подшипники может escape заплатит раз посмотрим вот короче на самом деле неважно какие подшипники главное не китайские хотя и сколько эти 6203 там по 10000 проезжает ну вот стандартный да как супер все раньше было ничего страшного не было вспоминаем предыдущую серию то что мы хотели поставить сюда установить нестандартные вентиляторы охлаждения и хотели поменять коннекторы которые идут на свет разъемы эти все и поменять тоже переднюю фару до передней фары дойдем а сейчас самое интересное это с кулерами как мы ну или вентиляторы как вам удобнее как мы их установили так по поводу вентиляторов и раз и их установки клиент наш любимый захотел мы ему предложили варианты набросочки он согласился тут самое главное чтобы он в лесу на малых ходах не перегревался как известно они в таких случаях греется сильно и поэтому ставили принудительное охлаждение серверные вентиляторы они сдвоены но мы разделили их спереди поставили слабее сзади поставили мощнее один по моему 075 а другой что 1 и 2 но в общем они когда крутятся они 16 ампера потребляют мы их запитали от понижайки 10 10 понижающая плата маркировку кому надо я скину но посмотрим как она будет работать она чуть-чуть так вот впритык по напряжению вот посмотрим как она будет работать поставили через предохранитель на 5 ампер так что так все это с кнопок запускается тут еще будут отдельно выводы на светодиодные ленты но мы вам пока их не будем показывать как это все работает есть кнопка которая включает ну вся система 12 вольтовая это включилась у нас 12 вольт понижающая плата я а теперь мы включаем кулера вы готовы такой вот пылесос зато эффективно эти вентиляторы они дополнительные то есть штатные мы оставили работают они тоже штатно а эти чисто принудительные то есть когда повышается температура их райдер включает и охлаждается у нас не связано часть с платой максимальная просто его закрыл герметиком насколько можно проход воздуха идет чисто через вот этот алюминиевый профиль радиатора проходит спереди и возвращается вот через этот кулер я их насколько можно покрыл лаком внутри платки самого управления этого вентилятора посмотрим как он проживет будет ли эта система вообще жить но рискнули попробуем как она будет но дует он конечно вообще мощность проверят также мы поменяли разъем на задний фонарь мы поставили джульетту чисто самокатная тема такая ну не только самокат на самокатах они распространены и вот тут вывод сделали на фонарь тут же прикрепили на него драйвер вот сейчас тоже покажем он мощнее чем арктики светит но мы его прицепили кстати от штатного места фары он потребляет что-то 12 ампера на ближнем и дальнем свете поэтому а родная фара кстати потребляет 1 и 3 а если включить мигание то она там в порывах 1 и 3 то 1 и 3 то 1 и 8 ампер берет поэтому можно сюда смело ставить 1 и 3 фару и не париться благодаря своим прямым линиям корпус как будто бы создан просто для пластин но вот эти ребра жесткости они мешают ровно лечь пластине то есть она будет уже не в одну плоскость поэтому приходится срезать ножом вот это все не надо там пилить ничем просто ножом связи срезаем острым канцелярским да и все но легко там и благодаря этому пластины ровно садятся сюда не деформируют наш корпус и все круто сейчас мы поставим мотор корпус и потом будем уже показывать вам общую картину как это все получилось и также покажем фонари фары и прочее технологичные саморезы по металлу которые могут выпасть на ходу а кстати вот драйвер тут у нас стоит на свет закрываем нашу крышечку и закрываем вторую крышку колесо собрано педальки мы поставили с предыдущего колеса владельца переставили покажем сейчас вам фару как работает вообще работает от штатного тут она кстати с границей вот это ближний зажимаем это даме ближний так что так вот заднюю так выглядит ну на вот этих новых разъемах кстати по поводу вообще гидроизоляции то как делают не знаю я вообще как бы тут несколько вариантов можно сделать можно полностью законопатить крышку и разъемы на фазы которые сделать вот тут посредине чтоб крышку не открывать но я оставил на штатно и крышку я особо не закрывал так как это колесо скорее всего мы все равно будем как-то скрывать еще там смотреть и я не закрывал крышку почему извините не показал вам на видео потому что есть такой бортик если вода даже будет попадать то она будет стекать с этого борта и все она не конкретно будет попадать и по поводу гидроизоляции ручки ну тоже кто-то замазывает по кругу герметиком ее фиксируют полностью тоже особо не вижу смысла если вода будет попадать она ну да на ней ручьем будет попадать и она на плату не по любого это штатный заработал вентилятор она на плату не будет попадать она будет как-то вот стекать и батарейки там тоже запечатаны особо на там вреда не наделает поэтому заморачиваться законопатчевать все я просто ну не вижу смысла если какой-то дождь можно заклеить ручку ну пока она у нас в тестовом таком режиме и кстати не помню вам рассказывал или нет тут же вырезана вырезал дремелем и вот тут остались подштатные решетки и заклеил такой виниловой пленкой китайской какой-то и очень жесткой твердой вот и она выглядит вот так прошу прощения что много осталось за кадром так как это очень много времени занимает все вот эти подборки элементарно даже провода слепить между собой ну спаять имею ввиду понижайки видели там очень много и это занимает просчитать это все очень много времени если что пишите в комментариях что-то в будущих видосах снимем конкретно покажем что там как делать пишите в комменты предлагайте что снять следующем видео что тут не рассказали спрашивайте и делитесь я думаю вы будете ругать за такой ну так сказать модификацию с с воздухом да с потоками воздуха но клиент захотел я думаю нам интересно это было сделать по крайней мере я видел что ставят кулера ну ставят все равно вовнутрь а вот так сбоку не видел кто делает резюме шерману мне работать интересно в принципе колесо такое для модификации готово можно делать не вообще все что угодно фонарики там кнопочки можно вообще другое колесо такое наверное не дает просто и в корпусе полно места можно куча всего запихнуть мне понравилось им работать качество нормально но если вот то параллельное которое я вам уже упоминал не видел топ я был мега доволен а так конечно есть вопросы как вот с теми винтами на двигателе это колесо в принципе неплохо спасибо за просмотр ставьте лайки или дизлайки кому как пишите в комментариях всем отвечу пока до встречи возле следующего колеса пока